Всем добрый вечер! Я, как и обещала, продолжаю предыдущий влог. Сейчас, девочки, я хочу на ночь поставить в мультиварке йогурт сделать. Но по рецепту йогурт делается так. Там 300 мл простокваши на 700 мл молока ультрапастеризованного или прокипяченного. Но комнатной температуры, чтобы оно было не прохладным и не горячим, то есть температура где-то была, чтобы так в районе, ну, желательно так 30 градусов, чуть-чуть теплее комнатной температуры, но не выше 37 градусов, иначе не получится. Вот, так как там сейчас у меня шумно, еще работает телевизор, поэтому я сейчас вам сейчас все сказала, что нужно, а сейчас пойду и вам покажу, что я буду делать. Но я сделаю немножко по-другому. Это уже даже будет просто эксперимент. У меня просто есть стаканчик 350 мл простокваши и 950 мл тетропак молока. Я сейчас все это вылью в мультиварку, перемешаю и включу режим йогурт на 8 часов. Молочко я чуть-чуть отлила в стакан, немножко разогрела, для того, чтобы молоко не было прохладным, потому что оно, в общем-то, солится, и дочка принесла недавно молоко, оно солится, и оно прохладное. Вот, поэтому сейчас я это все быстренько вам покажу, включу, опробовать йогурт будем утром. Вот такая простокваша, вот она. Ну, продается только термостатная, 350, здесь простокваши 350 мл, и вот молоко 3,2%, я чуть-чуть разогрела. И вот это сейчас все я отправлю в чашу, перемешаю, закрою, включу режим йогурт на 8 часов. Всем доброе утро, я проснулась, а мои еще спят. А я хочу посмотреть, что у меня получилось с йогуртом. Давайте заглянем в мультиварку. Йогурт получился, свернулось молоко. Надо будет его попробовать, сейчас оно немножко, пускай постоит, остынет. Будем пробовать его с вареньем. Хочу попробовать. Вкусно? Можно еще добавить сюда варенье, и будет вообще вкусно. Можно пить как просто йогурт классический. А можно еще заправить салат этим йогуртом. Он правда жидковатый для салата. А, такой вкусный. Вот, наконец-то, семейство у нас проснулось. Я сейчас хочу уже нормально поесть йогурт на завтрак. Я хочу йогурт поесть с чем-нибудь сладеньким. Так, вот так вот положу себе. И я помню, у дочки были сиропы. Вот тут у нас стоят дочкины сиропы. Так, что у нас тут за сиропчики? Ну-ка, какой сиропчик выбрать? Вот это тоже сироп. Это у нас киви с орехом. Я хочу какой-нибудь сиропчик. Так, а вот это что за сиропчик? Орешки. И что тут еще? Так, тут уже орешки. А это что у нас? Это бананы. С бананом вкусный будет сироп? Так, а вот это масло у нас. И это масло растительное. Так, ну какой-нибудь сейчас выберу. Не знаю, выбрала вот этот вот сироп. Попробую сейчас чуть-чуть его сделать. Я помню, как-то пробовала йогурт я с сиропом. И мне очень понравилось. Ну, можно с сиропом, можно с вареньем. Девочки, очень вкусный йогурт. С сиропом вкусный. Но орехи, мне кажется, не очень сильно сюда подходят. А лучше было бы, если бы это было какое-то фруктовое или ягодное варенье. Вот тогда было бы вот так. Делайте йогурт. Сидят такие двое в кресле, смотрят. Жуют лаваши. Всем доброе утро. Какой сегодня хороший день. Солнышко. Но сегодня первый день карантина. Всех посадили дома сидеть. И, ну, мы сидим дома уже давно. Уже полторы недели сидим. В общем-то, я никуда не выхожу. Но мне, честно говоря, не хватает свежего воздуха. День прекрасный, солнышко светит. Если честно, у нас с дочкой возникают споры по поводу проветривания помещения. Мне бы хотелось проветривать почаще. Но она теплолюбивая. И Дэня у нас любит ходить в майке, в трусиках. Ему что-нибудь одеть. Он не хочет одевать. Вот. Поэтому я ей сказала, я сегодня, наверное, выйду там куда-нибудь на балкон подышать. Но мне просто хочется уже. Или здесь на балконе выйду. Но Дэня будет сюда проситься. А его нужно будет одевать. Потому что все-таки на улице еще прохладно, хоть и солнечно. Вот. Ну, посмотрим, что будет у нас вообще сегодня. Чем мы сегодня займем свой день. Есть у нас кое-какие работы там нужно. По то, что она понамазала вот эти каналы. Надо будет что-то там уже теперь стены выравнивать, что-то подмазывать, что-то зашкуривать. В общем, будем заниматься. Я не знаю, по очереди с ребенком сидеть, чтобы он там не лазил и грязь эту не разносил и не дышал пылью. Вот. Но сейчас, пока мы просыпаемся, пьем кофе и, в общем, раскачиваемся немножечко. Вот это моя посылка. Она тут стоит уже с начала недели. И это у меня пришла посылка от Василька. И мне нужно снять отдельное видео. Но я надеюсь, может быть, сегодня у меня появится такая возможность. И я не знаю, видео это выйдет раньше. Выйдет раньше влог или раньше выйдет видео Василек. Но, в общем, нужно очень, надеюсь, снять его сегодня. Если мне дадут такую возможность. Девочки, я решила на стиральной машине сейчас испробовать программу, ночная программа. Вот я сразу включила. Здесь высветилось у меня 40 градусов, час 10 и без отжима. То есть промежуточного отжима не будет и окончательного отжима не будет. В конце, когда белье уже после последнего полоскания, оно останется с водой. И мне останется включить только режим, просто отжим. Отжать белье и повесить. Это ночной режим, специально, чтобы машинка работала тихо, если вам нужна тишина. Ну, а так как мы собираемся снимать, поэтому я ночной режим сейчас поставила. Посмотрим, насколько тихо это все происходит. Ну, сейчас только я слышу, как набирается вода и все. Она наберется, и будет тихонечко там вертеть белье. Ну что, мои хорошие, я сейчас сняла для вас Василек. У меня теперь новый прикид, халат-сарафанчик вот такой симпатичный. Но это вы увидите уже в отдельном видео, где показываю вам любимый Василек. Ну, а наши дела, домашний влог продолжается. Там, кстати, белье уже достиралось. Стиралось оно тихо. Оно мне не мешало никак снимать Василек. Я даже не слышала эту стиральную машину. Я про нее даже забыла. Надо пойти и посмотреть, что там у нас сейчас. Так, ну что, стиральная машина закончила стирку. Мы ее вернули в положение выключить. И что у нас тут белье? Белье, кстати говоря, отжалось. Я думала, оно не будет отжиматься. Но, кстати, я не слышала звука отжима. Может быть, оно отжалось не очень сильно. Но, в принципе, так, достаточно нормально отжалось. Сейчас я не знаю, на сколько было оборотов. Оборотов не было там написано, сколько. Но я не знаю. Я бы такая, чтобы поставить еще режим отжим отдельно, чтобы оно отжалось как следует. Потому что будем сушить в помещении. И надо, чтобы оно быстренько высохло. Я, в общем-то, можно было бы и повесить. Оно такое. Но там, мне кажется, были слабые обороты. И я, наверное, сейчас еще режим отжима поставлю дополнительно. Так, отжим это у нас. Слив отжим. Вот он, слив отжим. Что нам тут показывает? 13 минут. Сколько оборотов не написано. Я думаю, это будет по максимуму отжиматься. Но ничего, пускай там только у нас трикотажные вещи. Хлопок, в общем, детская брила основная. И все. Пускай это жмется дополнительно. Чтобы уже точно я была уверена, что белье отжато. Что за звуки? Что за звуки издаются из этой комнаты? Ну, что она делает? Пусть наша мама занимается. Зашкуривает. Ну ладно, не будем ей мешать. Она уже вам потом отдельно покажет в своем влоге, что она там сделала. Ну, сейчас она зашкурит, и я пойду помогать ей. Вообще, честно говоря, мне очень сегодня хотелось выйти бы вообще на улицу, на балкон, куда-нибудь. Не знаю, так хочется подышать свежим воздухом. Вообще на улице сейчас очень тепло. Форточка открыта на балконе, и открыта форточка с балкона в комнату. И прямо так приятно, очень такой свежий воздух. Классно. Хочется пойти погулять, но погулять нельзя, у нас карантин. Поэтому я, может быть, выйду на балкон сюда, но когда дочка освободится, чтобы она была с дыней, чтобы он ко мне на балкон не шел. А я выйду подышать воздухом. Ну, может быть, там поковыряюсь. Или выйду на общий балкон, не знаю, посмотрим. Хочется прямо подышать, честно говоря, очень. Очень хочется дышать свежим воздухом. Ну, и еще сегодня я хочу потушить капусту с колбасой. Сейчас посмотрим, может быть, я сейчас этим займусь, может, чуть позже. Сейчас поем пока кашу. Кашу рисовую молочную. Есть у меня гречневая молочная с молоком. Так что сейчас я позавтракаю, хотя время уже обеденное, честно говоря. Я была очень занята съемками. Кстати, девочки, я же снимала, как я готовила молочную рисовую кашу в мультиварке. Когда я мультиварку открыла, крышку, она была жидкой. Вот сейчас смотрите, какая она. Она не жидкая, а именно то, что надо. Вот. Ну, дочка там кушала, она добавляла какие-то свои вкусняшки. А я вот ем ее так, как она есть. Она очень-очень вкусная. Это моя любимая каша в детстве была. Сижу, кушаю кашу молочную. Вкусная. А дочка там одна мучается сейчас, шкуркой вот это все затирает. А почему одна мучается? Потому что Деня у нас сейчас дома. Вот тогда, когда мы вдвоем что-то делали, я ей помогала. И мы вдвоем быстрее справились со всеми этими вот грязными работами, покрасить, заштукатурить, зашпаклевать. А сейчас приходится вот ей одной там это все делать. Я смотрю за Деней, чтобы он туда не ходил, чтобы он эту пыль не разносил, не пачкался и не разносил по всей квартире. Поэтому я туда заглядываю иногда, там, если что, посмотреть, подсказать. Но было бы лучше, конечно, если бы мы вдвоем сейчас всю эту работу доделали уже. Но придется нам это все делать как-то по очереди. Ну, что делать? Условия не позволяют сейчас. Ладно, я кушаю, а потом займемся дальше делами. Ну, что, режим отжима закончился. Я быстренько пока поела кашу, и отжим закончился быстрее, чем я думала. Но, как я вижу, белье в конце отжима все-таки разрыхляется. Так, я выключаю, на ноль ставлю. Открываю дверцу. И смотрю, что белье, оно разрыхлилось. Ну, и хорошо. Надо теперь повесить. Ну, вот, сушилку я поставила здесь. Пока повесила белье здесь. Так, как сейчас у нас просто пока неизвестно, куда вешать белье. В общем, мы с дочкой прошли из тут алибастра еще сверху этой замазки. Но широким шпателем пришлось нам выравнивать стену, чтобы не было бугров и вмятин. Но этот широкий шпатель оставляет вот такие вот борозды. Эти борозды мы будем уже потом выравнивать резиновым шпателем. Сейчас вот это все высохнет хорошо. И потом мы уже, потом резиновым шпателем борозды эти замажем и кисточкой тоже замажем. Ну, по крайней мере, сейчас сделали то, что можно было сделать сейчас вот широким шпателем. Ну, теперь сейчас мы перейдем ко второй стене. Тоже в четыре руки это будем делать. Потому что две руки нам не хватает. У нас опыта нет. Поэтому мы на подхвате друг у друга и в четыре руки будем вот это сейчас все делать. И еще вся сложность, она заключается в том, что алибастра быстро засыхает. И приходится ее делать по чуть-чуть. Быстро намазывать-намазывать, выравнивать-выравнивать. И она раз, потом засохла. Вот это неудобно. Вообще, я думаю, что профессионалы пользуются не алибастра для таких вот бутер-каналов. А каким-то другим, ну, штукатуркой какой-то, которая быстро не сохнет. Ну, а мы уже делаем как делаем. Втянула меня дочка в такую авантюру. Мучимся. И экспериментальным путем работать приходится. Что делать? Ну, так, получается, чуть-чуть жидкая, она течет. Чуть-чуть погущена, раз, и застыла в момент. И так, и раз, это такая же неудобная штука. Ладно, там маленькие канавки, маленькие дырочки, это одно. Она шутковая, будешь. Ее надо было сюда еще чуть-чуть добавить. Возьми лопаточку. Лопаточку. Ох, какую авантюру у меня в теории. Жена, да. Куда я подписалась? И так, уже три часа. Где мои вещи? Хватит нить. Чего хватит нить? Это авантура самая натуральная. Да? Что, не авантуристы? Я уже нет. Я уже вышла с этого возраста. Смотри, как у тебя ловко получается все. А-а-а, ловко. Мне не нравится. Я вот сейчас делаю жидко, а она сейчас сразу застынет. Немного не. А тут еще стены надо выровнять. Так, где моя третья рука, четвертая рука? Шпатер, широкий надо. Сейчас. 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 Ловко, нет, шерковато еще пока. Надо попробовать яйцо нанести чуть-чуть. Так, шелки давай. Ну? А четвертая рука вот это снять надо. Снимай стрименье. Вот. 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 Давай шерпи, давай. Шпатрик. Последний момент. Видишь, Мэти? Видишь? Держи. Херпи. У нас естьss. У нас не получается. Ух, мы получаем. Умень, мы будем вместе. Ух, вон. Умень. Представляешь, как и висок и висок и висок, уступаю? Раз. Увень. Снимаем. Умень. Умень. Тут как четыре руки начальника. Держи. Тут держи, тут снимай. Я здесь сверху прохожусь мокрой кисточкой. Сейчас, давай. Здесь, здесь, здесь. Раз, раз, раз. Так, давай. Шпатер сюда туда. Уходим сейчас. Давай, кисточки. Ну что, мои хорошие, смонтировала я вам видео Василёк. Сейчас оно выводится уже. Завтра я его проверю и вам выложу его, чтобы вы его могли увидеть. И дочка моя тоже сидит вот там, работает, тоже монтирует вам влог. Ну вот так вот у нас день и прошёл сегодня. За всякими разными делами. Вот. Ну а сейчас уже я ложусь, готовлюсь ко сну, ложусь и буду смотреть сейчас телевизор. Вот. Ну всё тогда. До завтра, мои хорошие. Всем доброе утро, мои хорошие. Я уже кофе попила и сейчас решила потушить капусточку с колбасой. Как я делаю это обычно, мы это любим. И кто-то из подписчиков меня просил показать, как я это делаю. Что такая вкуснятина получается. Можно с колбасой, можно с готовым варёным там, тушёным мясом. В общем, добавить можете в капусточку что-нибудь ещё такое мясное, чтобы она была более сытная, более вкусная. Вот я на плиту поставила уже сковороду и добавим туда растительного масла. Сейчас масло нагреется. И отправляем туда тушить капусту. Капусту я сначала всегда поджариваю. Никакой воды, ничего туда не добавлять. Она должна чуть-чуть где-то местами подрумяниться. Вы даже сами почувствуете, какой запах уже идёт от вкусной капусты. Если вы добавите сразу воду какую-нибудь, то это будет такой другой совсем запах и другой будет вкус. Это очень имеет большое значение. Ну вот масло наше нагрелось. Сейчас я туда выкладывать буду капусту. Уже заранее порезала капусту и порезала лук, подготовила. Ну вот я выложила капусточку на сковородку и буду сейчас потихонечку помешивать. Она будет подрумяниться и я буду помешивать. Она должна чуть-чуть уменьшиться в размерах. Потом попозже уже закинули туда лук, соль, лавровый листик. И уже в конце можно будет добавить тогда томат. Налить уже томат, когда она уже поджарится. И колбаску можно в конце тоже. Капусточку продолжаем помешивать и крышку закрывать не надо. Чтобы она не выпустила свой сок. Ее надо чуть-чуть как бы поджарить. Вот она, видите, местами где-то подрумянивается. Чтобы она не подгорала, надо ее просто почаще помешивать. Капуста вот чуть-чуть подрумянилась и уменьшилась немножечко в объеме. Я добавила сейчас лук и продолжаю поджаривать капусту уже с луком. Переворачиваем снизу капусту вот таким вот образом наверх. А тем временем я приготовила томат. Ну где-то столовую ложку томата. В принципе, сколько хотите. Сколько любите, можно меньше чуть-чуть. И на пол стаканчика воды растворила и подготовила. Пускай стоит уже рядышком под рукой. Продолжаем помешивать. Поджариваю капусту я на сильном огне. Как только вот она уже будет нормально, когда кондицию зайдет, можно будет подолбарить огонь и уже на слабом огне продолжать поджаривать. Сейчас я быстренько уже порежу колбаску. Ну вот я убавляла газ, пока я резала быстренько колбаску. Теперь я посолила чуть-чуть перчика. Лавровый листик добавила уже. Сейчас перемешаю еще разочек. Ну а теперь уже сразу можно добавить колбасу. Залить это все томатиком и закрыть крышкой на медленном огне еще потушить немножко, минут 5-10. Чтобы оно пропарилось все. Ну вот примерно столько вот колбаски я нарезала. И вот томатик сейчас все отправляю в кастрюльку, перемешиваю и закрываю крышкой. Ну вот колбаска у нас на месте, все на месте. Томатиком залила, помешала. Закрываю крышку и продолжаю тушить еще 5-10 минут и готово. Можно иногда помешивать. Так, ну что у нас? У нас высохло все уже сегодня. Что у нас тут я вижу? Я вижу какие-то шероховатости, но это все мелочи. Самое главное, чтобы стена была ровная и чтобы не было никаких бугорков или вмятин. В общем, сейчас мы возьмем с дочкой это все зашкурим. И посмотрим, если где-то еще тут по мелочи надо будет подмазать. Подмажем и в принципе можно будет уже потом все это закрашивать. Ну в общем-то в целом неплохо. Остались мелкие-мелкие такие вот, я вижу, ну как царапины. Это уже мелкие. Самое главное глобально, чтобы все было ровно. Ну вот моя тушеная капустка готова. Я сюда капнула чуть-чуть майонезика. А дочка добавила чуть-чуть сметанки. Легкой сметанки, 15-ти процентной. Девочки, я решила взбить йогурт с фруктами. Вот я взяла там половинка банана у нас была. Клубнички, вот несколько штучек тут у нас тоже было оставалось. И вот еще остался йогурт у нас. Я хочу это блендером все взбить. Вот так вот, чтобы оно было густоватенькое. А я сюда добавила еще немножечко сиропчика. Вот этого дочкиного сиропчика. Он вкусненький клубничный сиропчик. Чтобы было послаще. И сейчас это будем взбивать блендером. Ну вот я взбила блендером, получилось как коктейль. Сейчас нальем и попробуем. Мамочка, попробуй. Давай, скажи, что это напоминает. Но это не с молоком, а с йогуртой. Прежде чем давать ребенку и маме, попробовать надо. Кисло-сладкий такой. Ну-ка, Адень, будешь? Попробуй. На! Давай, пробуй и зацени. Вкусненько? Нет? Тебе не зашло? Вообще-то мы для тебя берегли банану половину. Ну еще глотни. Так, эксперимент не удался. Ладно, ну это я сделала такое. Обычно я с молоком коктейль делаю, а тут с йогуртом сделала. Так, ну ладно. Ждал-ждал. Сейчас я сама попробую. Денька, ждал-ждал. В итоге не то. Ну по мне так и ничего, нормально вкусно. Но это не как совсем молочный коктейль. Молочный коктейль он сладенький, послаще. Это просто йогурт жидкий. Ну да. Ничего, вкусно, но ребенку не понравилось. Девочки, вот так вот и прошел сегодня целый день. Какие-то вот заботы, хлопоты. То покушать приготовила, то мы там немножечко почистили шкуркой стены. В общем, как-то там лежали сериалы еще смотрели. Я, кстати говоря, дочке сказала, давай посмотрим фильм «Другие». Это фильм, сериал «Наш российский» 2019 года. В общем, мы три серии посмотрели и он нам понравился. Мы будем смотреть дальше. Просто уже нужно было Денечку укладывать спать. И мы прервали свой просмотр. А сейчас я глянула, а я уже сняла достаточно большой уже, можно сказать, видеоролик. Поэтому я хочу сейчас с вами попрощаться. А завтра я начну уже следующее видео. И влог буду продолжать. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.